Многим из вас хочется, чтобы рядом находилось любящее существо, которое не предаст и всегда поделится теплом. Понимаете, о ком я? Конечно, о них – хвостатых и усатых. Писатели, конечно же, тоже их любят. У некоторых хозяев звери становились настоящими друзьями и спутниками жизни. Хемингуэй, например, держал на своей усадьбе около 50 котов и кошек, а Уильям Водсворт постоянно читал стихи своему псу. Библиотека номер 18 Северного округа расскажет о животных, которые помогали своим хозяевам творить, о питомцах писателей и поэтов из двух непримиримых лагерей – кошатников и собачников. Теффи, написавшая целую кошачью книгу про тигра-кота и белолапку, была большой любительницей кошек. Более того, она не могла простить другим людям равнодушные к ним отношения. Для меня человек, не любящий кошек, всегда подозрителен. С изъяном, наверное. Неполноценный. Человек, не любящий кошек, никогда не станет моим другом. И наоборот, если он кошек любит, я ему много за это прощаю и закрываю глаза на его недостатки. Надежда Теффи была настолько привязана к своим домашним питомцам, что когда по случаю трехсотлетия дома Романовых ее пригласили в императорский дворец, писательница приехала туда в сопровождении пяти кошек. Видимо, сказался прошлый опыт путешествий без них. Мне было бы не так грустно и скучно в этом противном биоритце, если бы у меня была кошка. С кошкой мне было бы легче. Поэтому, когда Теффи эмигрировала и обосновалась в Париже, она, несмотря на крошечную квартирку и стесненные средства, все-таки разделила дом с котом. К семейству кошачьих в семействе Бродских тоже относились очень почтенно. Иосиф с отцом придумали разговаривать между собой мяукая и всячески привлекали в эту игру и мать. Например, если она не добавляла мяу к своей речи, они делали вид, что не понимают ее. Отец и сын называли друг друга большой кот и маленький кот, а маму Марину Моисеевну – кисой или массей. Маме Иосифа это, конечно, не нравилось. Привычку говорить по-кошаче Бродский сохранил и во взрослом возрасте. Он частенько заканчивал телефонный разговор привычным мяу. Поэт всегда помогал бездомным и оставшимся без надзора котикам. Подобрать замерзшего пушистика на улице и отогреть его за пазухой было для поэта делом привычным. Для Иосифа Бродского коты были буквально тотемными животными. Он любил рисовать их, использовать кошачьи словечки в речи и даже признавался в своей мечте стать котом. Вообще Иосиф Бродский и себя частенько ассоциировал с котом. В большой книге интервью он даже говорит «Я как кот». Вот смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество память или отдел пропаганды в ЦК КПСС. Так же, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже этого кота? Коты стали героями его поэзии. Одному из них, котенку Пасу, Бродский посвятил целую оду. «Осень и глазый славный пасек, Побудь со мной, побудь хоть часик, Сметенный дух с его ворчанием, Смири своим святым урчанием. Позволь тебя погладить, То есть воспеть тем самым шерсть и доблесть, Весь, так сказать, триумф природы, О честь и цвет твоей породы». Конечно, коты жили и у поэта дома. В Ленинграде кошка в белых сапожках, Уже в эмиграции большой рыжий. Последним питомцем поэта стал кот Миссисипи, Который вместе с хозяином переехал в США. После смерти Бродского котик очень скучал по хозяину, И Лев Лосев, разбиравший архивы Бродского, Вспоминает о следующей трогательной сцене. Осиротелый старик, кот Миссисипи, Прыгал на стол, укладывался на рукопись, Пахнущую хозяином, и тут же крепко засыпал. Заснув, он пускал слюнку, Но я не решался его согнать, Поскольку догадывался, Что он имеет больше прав на эти бумаги, чем я. Если будущим исследователем творчества Бродского Попадется в черновике расплывшееся пятно, Знайте, это кот наплакал. В следующей жизни поэт мечтал стать котом И говорил семье и друзьям, Что вернется к ним в обличии рыжего кота. Ходит легенда, Что на могиле Бродского Действительно видели загадочного рыжего кота. Дома у Твена тоже всегда жили кошки. Среди них встречались даже дрессированные. Они по звону колокольчика Сбегались на определенное кресло, А по приказу спать Могли прикинуться спящими. Коты Марка Твена имели свои пристрастия. Больше всего им нравилось наблюдать за тем, Как писатель играет в бильярд. Но беда тому коту, Который выставленной лапой вдруг менял направление движения шара. Таких хулиганов Твен мог запросто выдворить из бильярдной. Марк Твен придумывал кошкам забавные имена. Дома у Твенов жили Зороастр, Аполлинарис, Сюрмеш и Блеттерскит. Такие клички для котов писатель придумывал для того, Чтоб дочка тренировалась в произношении сложных слов. Кроме кошек, Дома у Твена жили также собаки, белки и черепахи. Однако главным его любимцем стал кот Бомбина, Который появился дома в последние годы жизни писателя. Дочь Марка Твена, Клара, Как-то во время болезни приручила котенка и оставила его в своей палате санатория. Когда же работники санатория обнаружили четверолапого, Кларе пришлось от него избавляться. Тогда-то она и решила подарить кота отцу. Марк Твен, большой оригинал в области воспитания кошек, научил Бомбина лакать воду лапой и этой же лапой гасить огонек свечки в маленькой лампе, от которой писатель прикуривал. Этим умением Бомбина писатель гордился настолько, что ни один его гость не мог покинуть дом, не посмотрев на это представление. Когда Бомбина пропал, писатель тут же поместил объявление в местную газету. Пропал кот. Большой и интенсивно черный, упитанный, с бархатной шерсткой. Есть изящный белый узор на грудке. Трудно найти при обычном освещении. К счастью, блудный кот быстро вернулся домой, будучи пойманным в соседском дворе. Но еще несколько дней поклонники творчества писателя приносили ему похожих на Бомбина котов. Чтобы представить степень любви Твена к кошкам, достаточно рассказать лишь один факт. Путешествуя по миру, писатель брал котиков в аренду. Будучи убежденным в том, что без кота дом не дом, а лишь пустое обиталище, Твен приглашал в свой временный дом котов и кошек, любезно отпущенных хозяевами, погостить у знаменитого писателя. Родные и близкие сравнивали сердитого Твена с фыркающим котом, а дочери звали его «сердитый серый котик». Сам же писатель объяснял свою любовь так. «Я просто не могу сопротивляться кошке, особенно мурлыканью. Это самые чистые, хитрые и самые умные создания. Из всех божьих тварей только одно не создано для рабства, и это кошка. Если бы люди могли скрещиваться с кошками, это сильно бы улучшило человека, но ухудшило бы кошку». А у кого же из писателей собаки были лучшими друзьями? Владимир Маяковский нисколько не кокетничал в стихотворении «Я люблю зверьё». Увидишь собачонку, тут у булочной одна сплошная плешь. Из себя и то готов достать печонку, Мне не жалко, дорогая, ешь. К собакам Маяковский действительно относился со всей нежностью. Его первым питомцем была щеня, помесь дворняги с сеттером. Как вспоминала Лиля Брик, они были очень похожи друг на друга. Оба большелапые, большеголовые, оба носились, задрав хвост, оба скулили жалобно, когда просили о чём-нибудь, и не отставали до тех пор, пока не добьются своего. Иногда лаяли на первого встречного просто так, для красного словца. Мы стали звать Владимира Владимировича щеном. Стало два щена – щен большой и щен маленький. Владимир Маяковский любил ездить во Францию и каждый раз возвращался с шикарными покупками. Как-то раз для своей возлюбленной Лили Брик писатель прямиком из Парижа привёз ей новенький Рено. Во время очередной поездки в 1920 году его покупки были чуть скромнее. Во Франции Маяковский обзавёлся самым популярным среди богатых людей аксессуаром – французским бульдогом. Будучи большим любителем собак, Маяковский отнёсся к своему питомцу не как к средству демонстрации собственного благополучия, а как к полноценному члену семьи. Бульдожку поэт всегда брал с собой во все поездки. Булька пришлась по душе и Лили Брик, поэтому сам Маяковский, по воспоминаниям современников, всегда представлял питомца как их общего. Много хлопот поэту доставляла булька. То и дело Маяковскому приходилось пристраивать щенят по знакомым. Вот и в последний день жизни Маяковского, когда писатель лежал уже на смертном одре, его любимый питомец в той же квартире ухаживал за новорождёнными щенками. Антон Чехов был большим поклонником такс. У него жили сразу две – чёрный – Бром Исаевич и рыжая – Хина Марковна. Имена для своих питомцев Чехов выбрал как настоящий врач. Бром и Хина были самыми популярными в его время лекарствами. В письмах Николаю Лейкину, хозяину родителей его такс, Чехов подробно описывал жизнь своих любимцев. Таксы Бром и Хина здравствуют. Первый – ловок и гибок, Вторая – неуклюжа, толста, ленива и лукава. Первый любит птиц, Вторая – тычет нос в землю. Оба любят плакать от избытка чувств. Понимают, за что их наказывают. У Брома часто бывает рвота. Влюблён он в дворняжку. Хина – всё ещё невинная девушка. Любит гулять по полю и лесу, но не иначе, как с нами. Драть их приходится почти каждый день. Хватают больных за штаны, ссорятся, когда едят и тому подобное. Спят у меня в комнате. С участием собак в доме разворачивалось настоящее театральное представление, о котором брат Чехова писал в своих воспоминаниях следующее. Каждый вечер Хина подходила к Антону Павловичу, клала ему на колени передние лапки и жалостливо и преданно смотрела ему в глаза. Он изменял выражение лица и разбитым старческим голосом говорил «Хина Марковна, страдалица, вам бы лечь в больницу, вам бы там бы полегчало боб». Целые полчаса он проводил с этой собакой в разговорах, от которых все домашние помирали со смеху. Затем наступала очередь Брома. Он также ставил передние лапки Антону Павловичу на коленку и опять начиналась потеха. Эти собаки долгие годы провели рядом с писателем. Однако их покой нарушила покупка, сделанная Чеховым на Цейлоны. Оттуда он привез мангуста, перед которым таксы, по выражению самого писателя, спасали. Мангуст в доме Чехова отчаянно дебоширил, разворачивал и разрывал все свертки, землю из цветочных горшков регулярно вытряхивал, а отца Чехова Павла Егоровича то и дело трепал за бороду. Домочадцы дали зверюшке вполне заслуженное прозвище «Сволочь». Последней каплей стал инцидент с мамой Антона Павловича. Евгению Яковлевну мангуст ночью укусил за нос. Чехов вынужден был отдать диковинкого зверька в московский зоосад. На следующий день мангусту у Чехова забравили. В обмен за это вручили один билет на посещение зоопарка. Этим билетом воспользовалась сестра Антона Павловича Маша. Сволочь, просунув сквозь решетку своей клетки лапки, вытащил из ее прически гребешок. Еще одним любителем такс был Владимир Набоков. Сначала таксы жили в его родительском доме. Это были два тучных старичка Лулу и Бокс Первый. Около 1904 года отец будущего писателя привез с мюнхенской выставки щенка, из которого вырос сварливый, но удивительно красивый трейни. Набоков назвал его так, потому что длиной и коричневостью он походил на спальный вагон. Владимир Владимирович вспоминал, одна из музыкальных нот моего детства это истеричное тявканье трейни, преследующего зайца, которого ему никогда не удавалось загнать по дебрям нашего вырского парка. Откуда он возвращался в сумерках с давно уже дохлым кротом в зубах и с репьями в ушах. Затем кто-то подарил нам другого щенка, бокса второго, внука Хины и Брома, принадлежавших доктору Антону Чехову. Этот окончательный таксик последовал за нами в изгнании. И еще в 1930 году в пригороде Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную пенсию чешского правительства, можно было видеть неохотно ковыляющего далеко позади своей хозяйки этого пса, раздражительного, страшно старого, гневающегося на чешский длинный проволочный намордник. Эмигрантскую собаку в заплатанном, плохо сидящем, пальтеце. Как впоследствии говорил Набоков, его такса бокс второй была единственным, что связывало писателя с русской литературой. Среди питомцев Александра Куприна была даже обезьянка Мария Ивановна, но любимцами писателя были собаки. Когда он жил в Гатчине, в его усадьбе обитало сразу восемь синбернаров. Первых двух щенков Куприну подарил Леонид Андреев. Особым псом в жизни Куприна стал необычайной красоты и силы пес красно-песочной масти весом свыше шести пудов охотничий меделян по кличке Сапсан. Однажды он спас маленькую дочь писателя Ксению от бешеной собаки, и Куприн отблагодарил своего пса вечной жизнью в литературе, написал рассказ Сапсан от лица самого пса. Посредине улицы мчалась собака, черная, в белых пятнах, с опущенной головой, с висящим хвостом вся в пли и пени. Нянька убежала визжа. Маленькая села на землю и заплакала. Собака неслась прямо на нее. От ужаса вся шерсть на мне вздыбилась, но я превозмог себя и загородил телом маленькую. Это уже было не единоборство, а смерть одному из нас. Я сжался, выждал краткий точный миг и одним скачком опрокинул пеструю на землю. Потом поднял за шиворот на воздух и встряхнул. Она легла на землю без движения, плоская и теперь совсем не страшная. Но маленькая очень перепугалась. Я привел ее домой. Всю дорогу она держала меня за ухо и прижималась ко мне, и я чувствовал, как дрожала ее маленькая тельца. Не бойся, моя маленькая, когда я с тобой, то ни один зверь, ни один человек на свете не посмеет тебя обидеть. Джон Стейнбек очень любил своего пуделя по кличке Чарли. Настолько, что даже посвятил ему книгу «Путешествие с Чарли в поисках Америки». Книга описывает приключения хозяина и пса во время их путешествия по Америке в 1960 году в доме на колесах. Но, наверное, еще больше Чарли он любил Сеттера Тоби. Тот съел его рукопись повести о мышах и людях, и ему ничего за это не было. Писатель просто начал всю работу с самого начала. Вирджиния Вулф тоже любила собак, считая их настоящим символом домашнего уюта. У нее был любимый Спаниэль Пинки, с которым писательница была неразлучна. Их дружба настолько поражала, что даже стала основой для целой книги Шегги Мьюзис Маурона Адамса. Джером Дэвид Селлинджер говорил, что только два существа на свете действительно знали его настоящего. Это его сын Мэтью и его пес Шнауцер Бенни. Эрих Мария Ремарк тоже не мог представить свою жизнь без собак. Писатель утверждал, что именно их присутствие дарит ему ощущение домашнего очага. Его последняя собака Терьер по кличке Билли. Королева детектива Агата Кристи тоже перенесла любовь к своему питомцу на странице своего творчества. Роман «Не мой свидетель» посвящен ее псу Питеру породы в экстерьер. На первой странице издания так и написано «Дорогому другу и непритязательному спутнику псу Питеру посвящаю». И в заключении мы представляем вам подборку хороших книг про братьев наших меньших, которые растопят ваше сердце. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова